Наши сельские советы и населенные пункты находятся в очень живописном месте, на берегу реки Ньоман. Но так издавна в нашей местности было принято, что люди селились всегда на берегу реки. Плюсов много, но есть и минусы. Учитывая климат, почти каждую весну бывает поводка. Один год она маленькая, другой год может быть и большая. По воспоминаниям старожилов, самая большая поводка в этой местности была в 1979 году. Была потоплена на тот момент почти половина населенного пункта. И вот даже до этой трассы, до Р-54, как мне люди постарше говорили, доходила вода, чтобы добраться до большой дороги, приходилось пользоваться лодками. Я сам, ну можно так сказать, местный житель, но тут с детства живу. Я еще помню те времена, что в каждом доме была своя лодка. И когда спрашиваешь у стариков, зачем лодка, то объясняли. Если поднимется Ньоман, чтобы можно было сплавать в магазин. В последнее время такая вот сильная, очень сильная, сильный паводок был в 2010 году. Тогда тоже много улиц и переулков по данному населенному пункту было затоплено. В очень многих домах вода была даже в середине дома. Чтобы, ну, как-то помочь людям, когда домовладения затапливаются, ну, разработан специальный план. В районе действует комиссия по ЧАЭС. У нас на базе данного сельско-исполнительного комитета разворачивается при необходимости сборный, эвакуционный пункт, куда жители из потопленных домов могут обращаться. Здесь они, как говорится, сортируются, вызывается транспорт. И они направляются на временное проживание в детские оздоровительные лагера, которые у нас тут несколько расположены вокруг районного центра. Всего при масштабных таких подтоплениях здесь может быть затоплено до трех с половиной сотен домовладений. Но таких паводков давно уже не было в этом году. Ну, был снежный покров не очень большой, не очень большой покров, поэтому большого паводка не было. А по-крупному у нас, мне было шесть годов, через дорогу вода ишла. Через дорогу мои родители жили. Ну, мы жили там через дорогу. Вот там дом наш родительский, сейчас остался. И у нас было в доме карита, как они назывались. И вот мы в карите малые плавали в хатте. И тут вода ж было пол, о, все залито, все дороги, все были. И лодки, и МЧС хлопцы тоже на лодках возили этих людей. Они не хотели оставлять дом. А они вот на работу привезут, с работы, и так вот, в магазин, кому надо. Раньше часто затапливала, но вот в последнее время, в 10-м году вообще на лодках плавали. Ну, я не помню даже, в каком году тоже плавали на лодках. Дома ложила доски на блоки. Ходили по досках, откроешь двери в летней кухне, все выплывая оттуда. Это, короче, хозяйство какое было, вывозили, потому что Невакуры тоже на чердаку были, у сараев. Вот так и затапливая нас. Ну, слава богу, что не часто. Скажите, пожалуйста, а почему вы не уезжаете? Любите это место, да? Ой, ну что вы, а куда уезжать, милые мои? Столько лет прожившие здесь и уезжать куда-то, это не... Не, ну, может быть, вот раньше. Никогда даже мысли не было такой, чтобы куда-то уехать. Субтитры сделал DimaTorzok